Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена старту всероссийского конкурса «Экспедиция трех веков» по следам Миклуха Маклая в рамках нового одноименного образовательно-просветительского проекта. Мы подготовили материалы, рассказывающие о экспедициях Миклуха Маклая, который отправился в 1871 году на остров Новая Гвинея, после чего стал всемирно известным благодаря своим беспрецедентным исследованиям и последующей общественной деятельностью по защите коренного населения острова Новая Гвинея, папуасов Новая Гвинея, о котором мы очень хорошо знаем и который в 20 веке у нас в стране был очень хорошо известен. Сейчас мы восстанавливаем и историю наших современных советских экспедиций, которая позволила сохранить ту цепочку исследований именно этого региона, и заканчиваем теми материалами, которые мы собрали в последних экспедициях, организованных уже фондом Миклуха Маклая совместно с учеными Российской Академии Наук, которые мы привели в 1917-19 году. Это возможность молодому поколению приобщиться к этой экспедиционной деятельности, увлекательнейшей деятельности, которая позволит им понять, что, наверное, исследователям, ученым быть безумно интересно, позволит узнать немножечко об истории наших открытий, почувствовать себя настоящим исследователем, действительно сделать свои открытия и понять, что в этом веке есть возможность открывать что-то и для себя. Я должен вам сказать, что весь этот проект подготовлен совместно с коллегами, которые объединены в нашу великолепную ассоциацию, которая была рождена окончательно в этом году, и ассоциация Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, объединившая людей, плеяду людей, которые действительно мало того, что превосходно знают, готовы привлекать и молодое поколение для исследования этого региона. Я считаю, что подобный проект в коллективе, который у нас работает, позволит, тем более, что в год науки привлечь молодое поколение в исследовательскую деятельность, позволит узнать больше об этом регионе, позволит действительно узнать о достижениях россиян в этом регионе, и, вы знаете, получить, наверное, все-таки самое немаловажное, ту внутреннюю гордость за те достижения, которые есть у нас в стране, получить ту нотку внутреннего патриотизма, когда ты действительно с гордостью смотришь на то, что происходило. В перворежиме онлайн в всероссийском конкурсе смогут участвовать все образовательные учреждения. А 17 июля мы подведем итоги. Это день этнографа, день рождения Миклуха Макая. Была создана ассоциация исследователей Южно-Сихианского региона, и в состав Попечительского совета этой ассоциации вошел председатель нашего комитета Григорий Евгений Дмитриевич. Мы очень довольны этим и надеемся, что наши отношения с фондом продолжатся. Проект и просветительская деятельность ассоциации в целом, которые, разумеется, принимали и будут принимать участие члены нашей ассоциации, расширяет культурный кругозор школьников, студенческой молодежи и привлекает всех, кто интересуется прошлым и настоящим народов и государств Южных морей. Идея проведения всероссийского конкурса в рамках проекта экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая имеет огромное значение для расширения интереса к гуманитарным исследованиям в нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова